Документ подписями закрепили глава региона Вениамин Кондратьев и гендиректор компании «Ветро ОГК» Александр Корчагин. Ветростанции разместят на территории Темрюкского и Ейского районов. По словам губернатора, дефицит энергоресурсов сегодня одна из основных причин, которая сдерживает развитие экономики. Поэтому для Краснодарского края очень важны проекты, связанные с альтернативной энергетикой. Растояние двух ветропарков для Ейска и Темрюкского района – это те точки роста, которые позволят сегодня решить, в том числе и дефицит энергоснабжения. Для наших тех двух районов, для Ейска и Темрюкского побережья сегодня вопрос, который стоит по важности самым основным. И поэтому я уверен, если мы реализуем этот проект, то мы этот вопрос снимем раз и навсегда. Такие проекты, как строительство ветроэнергетических установок, имеют очень короткие инвестиционные циклы. У нас очень много таких формальных противоречий в области регулирования. И мы сегодня нормативную базу на федеральном и где-то на местном уровне вынуждены пересматривать. Попросили бы и вас на это обратить внимание. В переговорной Краснодарского края Вениамин Кадратьев провел ряд встреч и подписал несколько соглашений. Дальнейшее сотрудничество глава региона подтвердил подписями с руководителем агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. В первую очередь это касается применения в регионе новой практики в сфере ЖКХ. Кроме того, ранее ведомство выбрало Краснодар центром своей работы. В кубанской столице заработало представительство ОСИ. Еще один протокол губернатор подписал с представителем правления Восточного экспресс-банка. Дальнейшее сотрудничество в первую очередь видят в создании доступной линейки кредитных продуктов для бизнеса. Не всегда сегодняшний наш представитель малого и среднего бизнеса может дать залог и в то же время может быть талантливым бизнесменом, который завтра заработает, безусловно, и вернет кредиты, и создает добавленную стоимость, в чем мы говорим, рабочие места, налоги. И вот здесь, совместно с банком, тут риск, конечно, нужно где-то отчасти брать и на себя. Понятно, это банки, понятно, что это институты, которые призваны зарабатывать, в первую очередь. Но давайте, в первую очередь, поддержим нашего предпринимателя, малого, среднего. И я думаю, что вот это и есть та экономика, к которой мы сегодня все стремимся. Мы хотим поддерживать малый бизнес и предпринимательство в Штандарском крае. Собираемся на базе отделений Банка Восточного открывать МФЦ для бизнеса, чтобы по принципу одного окна все предприниматели могли получать комплекс услуг, как государственных, так и банковских. Соглашение, касающееся будущего развития региона, заключали и вне площадки Краснодарского края. В присутствии Дмитрия Медведева и Вениамина Кондратьева контракт на сумму более 3 миллиардов рублей подписали руководители компаний «Атека» и «Сименс» в России и Центральной Азии. Такую сумму планируют вложить в автоматизацию подъездных железнодорожных путей к порту Тамань. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ